Субтитры делал DimaTorzok Я за эти три месяца, четыре что ли, насмотрелась телевизора, вот так распухла голова. Бендеровцы, фашисты, нацпредатели так и кишат, просто зашкаливают. Страшное дело, какой не включаю федеральный канал, но в жизни моей не было. И вы представляете, какой у меня стаж телезрителя. Чтобы со страницей, с экрана федерального канала мы припугнули Америку, что мы ее превратим в радиоактивный пепел. Этого еще на моей памяти не было. Включаю другой канал, так красиво называется Россия-24. И вот там мне говорят, ну евреи, да игрались. Сами себе накликали холокост. Сами виноваты. Я думаю, боже ты мой, что делается? Газету беру. А там ской беда. Оказывается, из нас то ли уже сделали, то ли еще будут делать абажуры. Это вот что касается нацпредателей. Но самое невероятное, невиданное вообще на нашей земле. Я открываю газету «Известия». Один из самых крупных патриотов, безукоризненный. Андроник Мегранян объясняет мне, что до 1939 года Гитлер был прекрасный парень. Он приумножал земли. Он увеличивал свое народонаселение за счет соседей, конечно. И стал настоящей гордостью немецкого народа. Правда, с 1941 года, когда он приумножать решил за наш счет, тут вообще мы разочаровались жутко. Но то, что в это время, до 1939 года, он уже создал и Бухенвальд, и Дахау, то ли он забыл. Я не знаю, бывает же такое. Ну, правда, забудешь, если у тебя родственники там не побывали. Все это, и в это же время, я должна где-то на кухне, понимаете, как в прошлые годы, когда мы читали Солженицыно, за одну ночь давали прочесть. За одну ночь я должна была прочесть вот такую толстую книгу, и что-то из нее изъя. Я сейчас смотрю канал Дождь. Мало того, что надо посмотреть только по интернету. Но еще, марафон! Мы собрали денег этим замечательным журналистам на 40 дней, по-моему. Они еще могут придерживаться. Замечательные журналисты. Я не знаю, где они находят деньги для Тимура Олевского, чтобы он сидел в этой Украине и оттуда говорил нам правду про фашистов и бенгеровцев. И про тех, кто свои жизни положил за то, чтобы не жить в воровском, гавенном государстве. Вот это вот непрестная сонка. Давайте помянем, ребята. Давайте помянем этих замечательных молодых людей, которых какая-то тварь отстреливала с крыши. Мы скоро узнаем именно тех, кто целился в глаз и в сердце. Знаете, почему-то, ну, поскольку я актриса, очень хочется в такой же атмосфере, понимаете, когда-то отсюда уносил ноги наш великий поэт Бродский. В такой же атмосфере изгнанный не сам хотел. Вытурили, халует, трясется, раб хохочет, палач свою секиру точит, тиран кромзает каплуна, Сияет зимняя луна, Севит Отечество, кровюра, На лежаке солдат и дура. Старуха, вот это вот, Старуха чешет мертвый бок, Севит Отечество, лубок, Собака лает, ветер носит, Борису Глебов морду просит, Кружатся пары на балу, В передней куча на полу. Луна сияет, зрение муча, Под ней, как мозг, Отдельный туча, Пускай художник-паразит Другой пейзаж изобразит, Художник-паразит это я. Другой пейзаж изобразит, Другой пейзаж изобразит, Другой пейзаж изобразит, Что будет еще у нас с вами И улица Бродского, И не могу своего любимого Не вспомнить сегодня, И улица Шаламова. Меня застрелят на границе, Границе совести моей. Кровавый след зальет страницы, Что так тревожили друзей, И чтоб короче были муки, Чтобы убить наверняка, Я отдан собственные руки, Как в руки лучшего стрелка. Ура, Шаламова! Ура! Люди, я не знаю, Как мы снесли каскад Этих репрессивных законов, Которые наша нелегитимная дума Метала со скоростью, С которой размножаются кролики. Как мы снесли Эти серии законов. Серии эти закончились Абсолютно подлым, Абсолютно людоедским Законом. Я не знаю, это закон, Это поправка к закону. Что это такое? Ну, в общем, установка, Как нам жить. Называется сиротский закон. Но прелесть еще в чем? И ужас. Что к нему прибавлялась Как такой дополнительная Такая тяжесть. Что наша патриархия Патриархия выхлопотала Сразу же Для этих сирот Кладбище. Вот для тех, Которые будут умирать, И тут же будут Закапывать место есть. Им надо было промолчать С этой своей инициативой. Надо было промолчать. Конечно, хорошо, Когда есть, где хоронить. Не дай бог куда-то еще вывозить. На помойку, что ли? Я не знаю. Страшная история произошла. Самые беззащитные. Самые беззащитные. Самые ничьи. Вот эти детки, Еще когда они рождаются, Не очень здоровыми. Они никому не нужны. Они не нужны государству, Сколько бы оно ни кричало, Какие деньги оно им даст. Страшные деньги нужны, Чтобы одного инвалида, Чтобы одного инвалида Лечить и дать ему Какой-то хороший, Хороший жизненный уровень, Качество жизни. Это сумасшедшие деньги, Если кто в этом понимает. И никогда государство их не даст. Тем более, что их у нас очень много. Мы люди как-то перед богом Страшно провинились. Поэтому рождаются больные детки. От них отказываются родители. От них отказалось государство. Ну вот есть люди, Которые могут им помочь. У них есть эти возможности. Не у всех, Но там есть семьи в Америке. И надо же было в защиту Каких-то воров, Которые сперли у государства Пять с половиной миллиардов. И вот это, Они получили ордена За то, что они урыли Магнитского Через год, В годовщину его смерти. Они получили ордена. У них есть недвижимость потрясающая, Которую они купили на эти деньги. И вот месть За этих наших коррупционеров, Месть в адрес наших сирот. Как это получается? За какой-то бумеранг, Который кидают врагу, А попадает в тебя. Произошла страшная вещь. Страшная вещь. Мне кажется, Мы не должны это стерпеть. Иначе мы, Иначе мы рабы действительно уже, Которым нет прощения. Стерпеть это кладбище, Куда они хотят закапывать Этих детей, Которых они лишили последнего шанса. Где милосердие? Кощунство есть, Нет милосердия. Месть есть, Нет милосердия. Стоят тут на Рождество, С такими постными лицами, Молятся, крестятся, А пощады детям нету. Надо выходить. Нельзя молчать. Промолчи, промолчи, Попадешь, палачи. Все. 13 января в 13 часов. Марш в защиту детей. За распуск Госдумы. Мы вас не выбирали! Мы вас не выбирали! Я, к сожалению, Не могу столь экспрессивно И эмоционально сказать, Как это сделали замечательные Римиджида Нахиджакова, Поскольку эмоций у меня Сейчас нет, И я испытываю Опустошенность, Горечь, Боль, стыд. И в первую очередь стыд За себя самого И за всех нас. Поскольку 21 декабря, Когда принимался этот антидетский Глубоко преступный закон, Закон подлецов, Мы никак не могли повлиять На это Похабное и злокачественное образование По названию Государственная Дума, Которая, безусловно, Должна быть в самое ближайшее время распущена, Ибо представляет собой реальную угрозу Безопасности страны, По крайней мере, И того, что касается Общественно-нравственного климата В нашей стране, Мне глубоко больно И стыдно, Что этот закон Судьбы детей Решали совершенно безумные, Полуграмотные Тетки и дядьки, Сидящие в этом зверинце. То, что этот зверинец никаких сомнений Не вызывает. Достаточно посмотреть на любую фотографию Заседание этой Госдумы, Где народные избранники Пьют, Жрут, Рассматривают какие-то Журналы, Тискают друг друга За причинные места. Ну, чем не зверинец? Профессия, которой я занимаюсь, Существует такой термин, Как предлагаемые обстоятельства. Я в предлагаемых обстоятельствах. Я всегда ставлю себя на место другого. И вот, когда я ставлю себя на место, Скажем, Пяти, шести, семи летнего Малыша, Который совсем один, Но который ждет и верит, Что через несколько дней Или через несколько месяцев За ним кто-то приедет, Увезет в нормальную страну, Где у него будет мама, Где у него будет папа, Братья, сестры, Где он будет окружен Процветающей И доброжелательной страной. И вдруг в одночасье Все это прерывается. И это, на мой взгляд, Самое страшное, Что только может испытать Вот этот малыш. Кроме чувства горечи И огромного количества слез, Я бы лично ничего не испытал. Достоевский писал, Что слезинка ребенка Не стоит всех благ мира. Ну, о каком благе От 21 декабря можно говорить, Я не знаю, Но самое страшное, Что у детей просто теряется вера. Вера, Человек перестает верить людям, Это в таком-то возрасте. Можно себе представить, Какими они вырастут, Оставшись действительно теперь уже одни. Одни навсегда И одни на всем земном шаре При нашем руководстве. Я хочу сказать, Что на протяжении Вообще последних нескольких месяцев, Недель, дней Наша страна Семимильными шагами Катится в этот Смрадный, Мрачный, Средневековый период, В котором наша страна Находилась, Скажем, Полвека назад. Вот сегодня поступил, Поступили сигналы о том, Что надо бы изменить Порядок регистрации. То есть мы возвращаемся К советской такой Системе прописки Со штампом в паспорте. Я не удивлюсь, Если через какое-то время Будет принят закон о тунеядстве. Я не удивлюсь, Если в какое-то время В уголовный кодекс Будет внесена статья За антисоветскую агитацию И пропаганду. Это знаменитая 70-я статья. Я не удивлюсь, Если будет возвращена Из УК РСФСР 121 статья о мужеложестве. И, кстати, Это будет рассматриваться В январе нашей замечательной Государственной Думы. Только теперь она будет Называться по-другому, Хотя суть и дело Это не меняет. Но все это, Все эти предстоящие прелести Меркнут, Меркнут, повторяю, По сравнению с тем Преступлением, А это именно преступление, Которое произошло 21 декабря. И я убежден, И я очень надеюсь, Что все те люди, Которые инициировали, Голосовали, За принятие этого закона Будут, По крайней мере, Мне очень хотелось бы, Будут В ближайшее время Находиться на скамье подсудимых В Москве, Гагеле. Это не столь важно. Поэтому я Очень прошу Всех москвичей, И не только москвичей, Я знаю, Что такие акции Пройдут и в Петербурге, И в других городах, Подняться И 13 января выйти на улицу, Потому что время пришло. 13 января в 13 часов Марш в защиту детей За распуск Госдумы. Мой коллега, Не буду называть его фамилии, Скажу только, Что это главный редактор Одной радиостанции, Зовут его Алексей Алексеевич, Рассказал мне, Что он беседовал С тремя десятками депутатов По поводу этого Антисиротского закона, И только двое из них Пытались что-то лепетать, Оправдывая этот закон. Остальные разводили руками И говорили, Ну ты же понимаешь. Мы имеем дело с негодяями, Но негодяями Очень особенного свойства. Это абсолютно равнодушные люди, Абсолютно омертвевшие, Равнодушные люди, Которых ничего не интересует, Кроме того, Чтобы их не отцепили От их кормушки. Равнодушию Можно противопоставить Только неравнодушию. У нас просто нет Никакого другого оружия, Кроме этого. Если мы вслед за ними Будем равнодушны По поводу своих кормушек, Или по поводу своей лени, Если мы будем равнодушны, Как они, То мы соучастники Этого преступления. Все очень просто. Все очень просто на самом деле. Нас многое разделяет. Нас, тех, Кто выйдет в этот день, Я думаю, разделяет довольно много. И политических разногласий, И эстетических, И каких угодно, И вкусовых. Но слишком многое В этой истории Объединяет любого Нормального человека. Это не политическая история, Это гигиеническая история. Если мы по поводу этого Умудримся не объединиться, Если по поводу этого Мы умудримся Сидеть дома И находить себе оправдание тому, Чтобы не ходить. Ну, значит, Мы действительно пингвины. Даже не по Анатолию Францу, А просто пингвины. Никакая не нация, Так население, Обитающее на этой территории. Территории, Которая принадлежит негодяям. Не надо жаловаться на негодяев. Это негодяи от нашего имени. Они могут позволить себе Это негодяйство, Потому что мы Сидим, а не выходим. Надо выходить. 13 января В 13 часов Марш В защиту детей За распуск Госдумы. Мы вас не выбирали! Мы вас не выбирали! Знаете что, друзья? Мне стыдно. Мне стыдно за то, Что происходит сегодня у нас. Мне очень стыдно. Мне стыдно достаточно давно. У нас сегодня государственная дура Решает проблемы детей, У которых уже появились родители. И можете себе представить, Знаете, по системе Станиславского Надо войти в ситуацию человека. И подумать, Что он сейчас чувствует? Маленький ребенок, У которого уже нашлись мама и папа В другой стране, Которые готовы За очень большие деньги, Которые они готовы Выложить из своих карманов. Это заработанные деньги. Понимаете, такой момент. Кто-то еще говорит, Смеет говорить, Что этих детей наших, Русских, Мы не будем продавать. Это государство продает Этих детей за огромные деньги. Людям, которые способны И могут подарить им любовь Своей семье, Дать им достойную жизнь. Мы не имеем права Бить себя в грудь и кричать, Мы великая страна. Это надо, друзья мои, заслужить. И за каждого ребенка, И за каждого человека, Которого пытают сегодня в тюрьмах, Мы должны выходить все вместе. Здравомыслящие, взрослые люди, Которые понимают, Где черное, где белое. Может быть, где добро и зло. А может быть, Пускай Государственная Дума Уйдет на пенсию, Сядет, Почитает какие-нибудь книжки, Подумает, наконец, О вечном. 13 января в 13 часов Марш в защиту детей За распуск Госдумы. Знаете ли вы, что в России 900 детей Сидят за решеткой от нуля, От рождения до трех лет? Это рожденные в тюрьме, Рожденные за решеткой дети, Рожденные от матерей, Которые были осуждены беременными. 900 детей в год Попадают сразу из тюрьмы В детский дом. Они никогда не видели траву, Они никогда не видели птицу, Они не видели козу и собаку. Таких детей у нас 900 в год. Знаете ли вы, Сколько стоит мальчик Из детского дома на ночь? Он стоит 15 тысяч рублей за ночь. А девочка дешевле. Девочка стоит 5 тысяч рублей. В Новосибирском детдоме Пристроена сауна Для солидных господ. Позвоните туда и узнаете, Сколько стоит мальчик Из детдома на ночь. И выходите 13 на улицу. Выходите. 13 января в 13 часов Марш в защиту детей За распуск Госдумы. Мы вас не выбирали! Мы вас не выбирали! В сапогах, в потёртой блузе, С бодуна, во всей красе, Шёл мужик по кукурузе, По низжатой полосе. Пиджачёв торчал кукуруза, Из цыгарки шёл дымок, Из цыгарки шёл дымок, Думал, вот же кукуруза. Дальше думать он не мог. Вдруг заря в колиматоры, Подошёл комбайн в строй, А в комбайне тот, который, А в соседнем тот, второй. В куртках, фирменной расцветки, В окружении поселян, И в руках у них ракетки. И у каждого валан. Неприступный, как гостайна, И стремительный, как джиг. Путин вышел из комбайна. Путин. Тут присел. Вышел солнцем россиянин, Наступил в родную слизь. Что трясёшься, россиянин? Это правильно, трясись. Увидавший пред собой их, Поселянин заблажил. Как же вас сюда обоих? Чем я это заслужил? Неожиданно доступен, Вербовать-то он мастак. Да не бойся, промолвил Путин. Мы с Димоном просто так. Просто нынче за обедом, Доедая из эскалоп, Мы подумали с медведом, Замутить ещё бы, чтоб. Всё мы делали, Чего там, забавляя всю страну, Управляли самолётом, Погружались в глубину, Нежную дружбу не таили, Пели рок, коров доили, Твиттер, свитер, макинтош, Лыжи, танцы, всё, что хочешь. И в свой лечащий чай Был ответ произнесён. Мы ни разу на комбайнах Не играли в мир. Ни в России, ни в Союзе, Так не делали, скажи. И при этом в кукурузках. Ведь смешнейший, чем в Ажуре. Совершенно оболванено, Таких серьёзных тем, Тихо ахнул по селяниям. Вот же круто. А зачем? Путин скушал эту держать. И ответил мне по лжи. А чего ещё тут делать? Ну, не правильный, скажи. И мужик, напрягший память, Так и брякнул королям. Правда, лучше вам не правильный. Лучше так вот, по полям. Чтоб ракетки и валаны И комбайн для куражу. А какие ваши планы? Я хоть бабе рассказал. И с усмешкой, как ангел, Он сказал. Примерно так. То ли на лыжах в акваланде, То ли в танке на жертвах. Что тут скажешь? Что предложишь? Лёжа в страхе на столе. Как ты так без литра можешь? Да уж, мол, вело. Могу. Спасибо.